Какое впечатление возникает у непрофессионала, нефилолога общения с языком? Мне бы хотелось рассказать, это было много лет назад, как-то я зашел к моему старому знакомому, и провели мы там какое-то время, и в какой-то из моментов его сын, или как-то это возникло, этот разговор, короче говоря, сын нам объявил с такой строгостью, удовлетворением, как это делают дети, что вот они стали изучать английский язык. Дело это было, наверное, в четвертом классе, или в пятом, но не раньше, да? То есть в те годы, вот в том году было введено изучение английского языка, вот, предположим, с четвертого класса, если я не ошибаюсь. И он мне, опять же, как это очень свойственно детям, что совершенно правильно, что вот он изучает английский, что это значит трудно, они будут знать английский, вот они уже знают такие-то слова. Я решил с ним, зная некоторые вещи, которые ему не были известны, ну, так сказать, пошутить с таким, с филологическим уклоном, что ли, шутка с филологическим уклоном. Я говорю, а чего его изучать, английский, я говорю, он такой же одинаковый, там все так же, как по-русски. Как, сказал, как? Был в недоумении от моего заявления, и, так сказать, я решил ему это доказать. И, спрашиваю, вам раздали учебники или у тебя словари английского языка, и он принес, примерно такой же, наверное, был, вот, Миньон почти, да, маленький словарик. Ну, здесь и другое издательство, но, наверное, это был учебник, очевидно, словарь для школьников. Я открываю словарь английский, вернее, ту русско-английскую часть, и начинаю читать. Я говорю, давай сначала я проверю, что тут есть нерусского. И открываю, и начинаю читать. Как будет абрикос? Априкот? Я говорю, как будет абстрактный? Абстракт. И не буду читать вам по-английски, поскольку читаю плохо. Абсурд, авангард, авантюра, август, авиационный, автобус, автограф, автомат, автор, агент, агония, аграрный, агрессия. Ну, вы поняли уже, да, он не знал, что буква А, если можно так выразиться, слова на А не русские, суть. Так это получилось в языке, да? Так это получилось. Значит, здесь русские слова, может быть, это несколько слов, просто, можно сказать, несколько из этого набора. Алчный, так, ну, может быть, алый, ну, может быть, слово, которое не совпадает, это артель, потому что в данном словаре, как и в любом другом словаре, артель воспринимается как чисто русское слово. Оно имеет оттенок, связанный с историей России. Это так называемое страновеческое слово, если это правильно делает слова, что переводит, или, вернее, транслитерирует артель, а не, например, кооператив, да? Да, и такое, конечно, например, слово, как авоська, которого тут нет, потому что в частотные, то есть в состав первых, ну, предположим, 7 тысяч слов, слово авоська не должна входить. Следно, в самом деле, вот так получилось у нас с вами, что буква А, состав лексический, буква А не есть русский, не имеет, как бы выхода не создавался на основе славянских корней. Ну, русско-славянских, что одно и то же. Вот такие казусы есть во всех языках. В русском это, например, есть, что касается слов на букву А. Ну, и следующий случай это с той же буквой А, к сожалению. В свое время, как я вам уже говорил, был сделан, составлен словарь самых частотных слов русского языка, и он в уже упомянутом издательстве «Русский язык» был переведен на вот эти основные языки 6 или 8, в общем, на которые переводило издательство все свои вот эти вот так называемые стабильные пособия и учебники. Я переводил этот словарь, этот список русских частотных слов на итальянский язык. И тут надо сказать, что вот эта филология, лингвистика, которой мы вот сейчас занимаемся, не замечая того, есть некая не то чтобы наука, потому что многим это не кажется наукой, это, так сказать, некие знания, которые иногда выглядят недостаточно убедительными, часто построены на доказательствах, которые не имеют, так сказать, силу проверки, нельзя их проверить, можно их только назвать, установить, вспомнить. Но перевожу я, и со мной произошло то же самое. Повторяю, это список частотных русских слов. И вот слово «автомат». Я беру и начинаю переводить, потом думаю, мне дали список, они указывают, какое из значений русского слова «автомат» входит в самый частотный этот список. Ведь значений у слова «автомат» много, правильно? «автомат» как автоматическое устройство, станок, например, да? «Автомат» как оружие известное, вид, ну, назовем так, то ли пулемета, то ли портативного пулемета, то ли ружья, то ли еще чего-то. «автомат» как средство, которое используется для распространения, например, пищевых товаров, автоматы, которые раздавали газировку, вот как раз они тогда и появились. И можно отметить еще какие-то значения слова. А мне-то что дано? Ведь если мы установили частотность некого слова, очевидно, ну, надо указать, какое из значений частотное. Конечно, можно ответить, что частотные все эти 3 или 4, или сколько вы найдете значений. Все они в достаточной степени частотные. Это может быть. Но чтобы у них была равная частотность, я думаю, сомнительно это. Потому что мы уже говорили, что частотность устанавливалась на основе подсчета, распределения в текстах определенной словарной единицы, определенного слова. Что, конечно, не могло быть. Вряд ли автомат в смысле оружия так же частотно, как и, к слову, например, автомат-раздатчик газированной воды. Вот такие казусы существуют в лексикологии, лексикографии. И поэтому тот же русский язык, который формировался, и историк языка об этом расскажет с большим количеством данных, фактов, дат и прочего сопроводительного материала. Формировался же как, собственно, сама культура на основе воспринимаемых каких-то объектов материальных. Вспомним, что происходило во времена Петра, когда в русскую жизнь входили и материальные слепки или материальные факты в виде какого-то вида товаров, одежды и так далее и тому подобное. И за ними шли соответствующие слова. Но еще и проблема смыслов, то есть возникали новые смыслы, возникала новая потребность в выражении определенного понимания мира и жизни, и самого себя, и возникала новая лексика, новые фрагменты как бы практически можно назвать идеологического поля. В этом отношении у каждого языка, конечно, есть своя история, которую необходимо знать. Более того, и есть и обратное. На слове изучения слов мы узнаем историю. Некоторые факты нам поданы или существуют только в виде слов, в виде записей. Например, многие языки существуют, они сейчас иногда называют мертвыми, но они существуют, потому что они были записаны, и мы не знаем, как они произносили, собственно говоря, та же латынь, но мы читаем написанное по латыни, и более того, ведь существует и латынь, назовем ее новую латынь, потому что есть желание создавать новые смыслы, писать сейчас, вот наше время, по латыни. То же самое можно сделать и с русским языком, или с любым другим пра по отношению к русскому языку, древним русским, назовем так условно, не очень научно. Значит, мы можем это видеть хотя бы на том факте, что есть как бы имитирование этого языка на основе знания тех следов, которые остались так или иначе в письменном виде. Есть попытки перевода древних текстов на современный язык с тем, чтобы улучшить понимание тех же древних летописей. Существует новый перевод слова о полку Игореве. Многие оспаривают, или не хотят оценивать высоко, или не хотят отдать что-то, что относится к должному, по отношению к автору этого перевода, или к тем смыслам, которые они получили в связи с переводом. Потому что надо себе представлять, что любой старый древний текст – это, конечно, нечто, что мы вынуждены переводить, то есть интерпретировать, то есть понимать, сообразуясь с нынешним нашим пониманием, или пытаясь соотнести наше понимание, в ту обратную сторону двинуть это понимание, с тем, чтобы представить себе, как это могло звучать или быть понятым в другую временную эпоху. Существование языка, и многие недовольны часто теми изменениями, которые происходят вот сейчас, например, недовольны проникновением иноязычной лексики, которая иногда кажется избыточной, что совершенно, конечно, имеет место быть, не понимая, однако, что многие из этих явлений, они обусловлены изменением жизни, в самом деле. Может быть, это изменение не всегда, в самом деле, положительно, но имеет место быть, и следовательно, за изменением жизни, естественно, что и изменяются слова, способы описания этой жизни. Тут надо, однако, вспомнить, что русский язык, русская культура восприимчива была к тем ценностям, которые поступали из других культур, в виде слов, в том числе другого языка, и только, может быть, я вернусь к тем впечатлениям, которые получают итальянцы после того, как они, пройдя какой-то начальный курс русского языка, берутся уже за более глубокое изучение русского языка, они удивлены тем, что на многие понятия накладывается, как бы, объяснение, изображение этого понятия в виде слов, одно из которых всегда является славянским, имеет славянский русский корень, например, банальное слово «укол», то есть введение в наш организм какой-то жидкости, имеющей оздоровительную функцию, и слово «инъекция», которое является словом с корнем латинским, и они не всегда понимают, для чего вот сосуществуют два этих слова, и так они могут наблюдать огромное количество таких слов. Параллельно существует, как бы, даже, что касается, ну, например, той же медицины, параллельно существует вот это классы слов. Один класс на основе славянского, ну, пусть русского корня, другой на основе или греческого, кстати говоря, или латинского, или одного из корней, из одного из западноевропейских языков, а может быть и славянских. Это говорит о том, что культура так проникала, так воспринималась, так делалась своей чужая культура, или какие-то, так сказать, ну, части этой культуры, какие-то, ну, как сейчас модно говорит, миссидж, да, то есть вот нечто, что оттуда идет, и по неволе обладает некой ценностью, и мы воспринимаем, мы берем это для своих, для своего употребления, для обогащения своего понимания. В таком случае, конечно, возражений у нас не должно быть на этот счет. Единственное, что мы должны придерживаться некой меры, и там, где в самом деле наше слово обладает достаточной силой, достаточно понятно, достаточно мы к нему привыкли, зачем вот насиловать себя, да, ломать, как говорится, через колено что-то, и вот хотеть, чтобы было вот это новое слово. Поэтому некоторые защитные меры, которые предпринимают некоторые интеллектуалы, или даже представители каких-то институтов, ближе к управленческим, ну, правительственным, мне не кажутся несправедливыми. Другое дело, то, что мы живем в новую эпоху, когда реклама, да, реклама, быстрота освоения предметного мира, связанная с как бы с параллельной быстротой освоения вот этого понятийного мира, приводит нам, к нас к таким казусам. на нас обрушивается град вот этих новых слов, не всегда понятных, иногда кем-то употребляемых не по назначению, да, с избытком чего-то такого, что воспринимается как, ну, некое поклонение иностранным, пришлым, и, так сказать, каким-то другим идеологическим позывом, с этим, конечно, можно и бороться, но, насколько это будет успешно, трудно понять. Может быть, те, которые хотят и могут с этим бороться, должны, конечно, свой долг исполнить, если мы убеждены, что этого не надо делать, мы не будем принимать эти слова или, во всяком случае, будем сохранять возможность использования вот этих наших старых или, вернее говоря, правильных слов, которые до этого момента вполне нас удовлетворяли. Следовательно, тактика здесь является именно таковой. Уважать больше смысл, больше целей общения, больше перспективы информационного ознакомления с чем-то, чем вот эту сиюминутную, ну, такую, как бы, модную, да, вот как прическа, как некий такой вот внешний импонирующий что-то, красивость некая, не забывая, однако, о том, что красивость, вот эта быстрота, блеск может заслонить истинное значение, истинная ценность этих слов. истинная ценность истинная